Всем привет, друзья! С вами Ирина Корнева, и сегодня я вам расскажу, как можно быстро, просто сделать себе приглашение на свадьбу, не только приглашение, но и всю необходимую полиграфию, которая может вам понадобиться на вашей свадьбе. Это рассадочные карточки, номерки на столы, план рассадки, карточка сохранения даты и прочую полиграфию, которая может пригодиться, понадобиться. Сегодня вы узнаете из моего выпуска. Готовы? Погнали! Итак, сделать это можно на свадебном портале Event4Me. Я сразу же открыла уже один вариант приглашений, как попасть на этот портал event4me.ru. Дальше вы заходите вот в эту вкладочку приглашения, и у вас открываются разные абсолютно приглашения. Это могут быть приглашения бесплатные совершенно, которые вы можете пользоваться, и это могут быть приглашения платные. Платные приглашения обозначены значком PRO. Вот здесь вот видите. И для того, чтобы сохранить это платное приглашение, нужно будет оплатить тариф, и тогда вы сможете пользоваться не только самим приглашением, но и всеми карточками, которые относятся к этим приглашениям. Это и карточка дресс-кода, это и меню, и программа, и всё-всё-всё необходимое для того, чтобы воспользоваться вот этими вот пригласителями. Но помимо того, что есть платные приглашения, здесь достаточно большое количество бесплатных приглашений, и как раз-таки про это мы сегодня с вами поговорим, как можно это сделать быстро, просто, качественно и легко, выбрав одно из приглашений. Так, давайте вот возьмём, допустим, вот какое-нибудь такое тёмненькое, почему бы нет, и поработаем с этим тёмненьким приглашением. Как я и говорила, сегодня мы с вами будем не только делать приглашения, но и делать дополнительные карточки, которые являются необходимым элементом, когда невеста готовит своё мероприятие. Итак, как поменять приглашение? Ну, здесь всё достаточно легко и просто, то есть вы, есть отдельные графы, да, вы корректируете, ставите свою дату, например, 2208, 2208-22, меняете цвет шрифта, например, вам такой цвет не подходит, вам нужно будет какой-нибудь, предположим, какой-то пудровый цвет вам подходит больше, да. Дальше вот здесь вы можете поменять текст, мы собираемся пожениться, который отображается вот здесь в верхней части, вы можете набрать тот текст, который вам подойдёт, там, приглашаем на свадьбу, тоже можете набрать тот текст, который подойдёт, и можете менять также цвет, то есть, например, вам нужно, чтобы всё было вот такое вот пудровое, и вам подходит такой цвет больше. Дальше здесь вы можете сделать тайминг, например, предположим, в 15.00 сбор гостей, так, сбор гостей, секунду, а здесь, допустим, пишем 16.00 церемония и, допустим, 17.00 начало банкета. Вот вы сделали сразу же в этом пригласительном тайминг, то есть у людей уже есть понимание, да, в какое время что будет происходить, и здесь же вы можете поменять также цвета, например, на те пудровые оттенки, которые вам больше подходят под стиль вашего мероприятия, и вот, пожалуйста, у вас это всё появилось. Ну, а внизу можете написать уже адрес, где будет происходить, например, Москва, новые черёмушки, там, черёмушки, ресторан, ресторан, Снегири, допустим. Это вымышленный ресторан, такого, не знаю, есть такой или нет, но пускай будет. Так, хорошо, это мы тоже с вами сделали, вот у вас, пожалуйста, это всё появилось. Теперь у нас есть возможность поменять имена, естественно, да, и поменять цвет полоски, то есть, если вы понимаете, что цвет полосочки вам тоже не подходит, вы можете изменить цвет полоски, например, сделать его таким же пудровым, да, вот эту полосочку вот с этой стороны вы поменяли, и полосочку справа вы тоже можете сделать другим цветом, ну, например, вам больше в качестве полосочки и справа подходит какой-нибудь там вот такой вот голубой цвет. Ну, почему бы нет, да? Ну, или давайте вот здесь слева сделаем какой-нибудь розовенький, а здесь голубой. Не знаю, это, наверное, не очень хорошо смотрится. Пусть будет вот такой, ладно. И далее вписываем имена ваши, да, вашей пары. Допустим, жених Сергей, невеста и цвет также здесь можете менять, да, пудровый, допустим, и невеста, так, невеста и невеста Татьяна, например. И здесь вы тоже можете поменять, меняем цвет. Всё очень интуитивно, я думаю, понятно, и достаточно быстро всё это делается. То есть, по сути, вы за один денёчек можете сделать всю необходимую полиграфию, которая вам понадобится в день вашей свадьбы. Так, всё с пригласительным мы с вами разобрались. Теперь это приглашение мы можем с вами сохранить. Нажав, здесь, кстати, название можно тоже себе поменять. Например, назвать приглашение. Приглашение. Сохранить. Нажимаете, и у вас это приглашение сохранится в вашем личном кабинете. Я потом в дальнейшем покажу, как это всё выглядит. Либо вы можете сразу же поделиться в социальных сетях, да, отправить там ВКонтакте, отправить на Фейсбуке, либо поделиться, ну, вот там, в Пинтересте, либо скачать сразу это приглашение, и у вас сохранится, в общем-то, это приглашение у вас на компьютере, либо на телефоне или на планшете, смотря откуда вы делаете это пригласительное. Так, хорошо, с этим мы с вами разобрались, да, с пригласителем мы всё поняли. Дальше что мы ещё можем сделать здесь? Мы можем сделать с вами вот такую вот карточку, которую вы можете вручить лично, да, и гость вам даст ответ, принимает, не принимает он приглашение это или нет. Вы можете сделать меню. Вот меню, мне кажется, это очень полезная такая штука, то есть вы сразу можете создать это меню, и это меню распечатать в дальнейшем, и положить вашим гостям в качестве, ну, такой, знаете, приятно, когда ты приходишь на мероприятие, а у тебя на салфеточке лежит меню распечатанное. Это очень приятно, ты понимаешь, чем сегодня будут угощать. Это здорово, это такой сервис определённый, поэтому это здорово, когда это есть. И, допустим, вы здесь вот меняете, то есть всё меню можно менять, мы сейчас с вами не будем всё меню менять, да, я просто покажу, как поменять цвета, да, чтобы сделать цвета такие, которые нам подходят. И вот, пожалуйста, вы меню сделали, сохранили, опять же, да, вот здесь вот вы себе сохраните с названием меню. Сохранили, опять же, у вас это сохраняется всё в вашем личном кабинете, либо вы можете точно так же скачать, поделиться в Пинтерсте, там, и так далее. Например, вы можете сделать доску в Пинтерсте, да, и поделиться этой доской в дальнейшем со своим декоратором, там, и со всеми, кто имеет непосредственно, принимает непосредственное участие в вашем мероприятии. Далее здесь же вы можете сделать программу. Программу точно так же можно положить на стол, да, гостям, то есть у гостей может быть программа вечера и меню лежать на столе, и сразу же в программе написано, во сколько что будет происходить, это тоже очень удобно. Либо эту программу можно отправить гостям вместе с пригласителями, то есть гости, чтобы понимали, что у нас будет церемония в такое-то время, в такое-то время у нас будет поздравление и так далее. То есть если гости опаздывают, например, да, чтобы у них хотя бы понимание было, в какое время что будет происходить, чтобы не получилось, ну, неловкого момента, что, допустим, они заходят в зал в тот момент, когда бабушку поздравляет или еще кто-то, да, поэтому это тоже можно откорректировать, сделать в нужных вам цветах и составить эту программку, вписать все то, что вам необходимо, то есть все вот эти вот тексты, это все здесь есть. И точно так же вы это сохраняете у себя в вашем личном кабинете, заметьте, что каждую абсолютно карточку нужно сохранять, это обязательно, ну, либо в личном кабинете, либо скачивать, да, обязательно, то есть не скопом, а нужно сохранять по отдельности, потому что вы по раздельности, получается, все это корректируете и по раздельности нужно будет сохранить. Дальше можно поменять, сделать номерки на столы, допустим, стол номер один в нашем пудровом оттенке, да, мы с вами решили, что у нас будут вот такие пудровые оттенки, в нашем пудровом оттенке и номер, так, и так, полосочку нам тоже нужно с вами сделать вот такой вот, вот такого цвета, пудровую, так, и точно так же мы можем с вами это сохранить, сохраняем к себе в кабинет, да, и можно скачать этот стол. Дальше, если нужен следующий стол, дальше делаем стол 2 и точно так же, да, и сохраняем стол 2, дальше там стол 3, то есть сколько столов вам нужно, столько столов вы делаете и сохраняете к себе, либо скачиваете, то есть у вас будет сразу готовый номер стола, который можно будет скачать. Дальше можно сделать хэштег точно так же, да, по такому же принципу в таких же цветах, да, который вам подходит под стиль вашего мероприятия и сохранить к себе хэштег, его тоже можно напечатать, можно его вывести, кстати, в дальнейшем на экран, отправить, допустим, своему ведущему и сказать, смотри, вот у нас вот такой вот у нас стиль общий, да, вот у нас вот такая цветовая палитра, поэтому ты выведи вот эту вот карточку нашу, да, вот эту вот открытку, выведи на экран, чтобы люди видели, какой у нас хэштег. Далее, помимо хэштега вы можете сделать вот такой вот план рассадки, здесь большое количество у нас столов изображено, да, вы можете сделать то количество столов, которые вам необходимы, соответственно, составить этот план рассадки и сохранить точно так же в вашем личном кабинете. Так, следующее, что нам нужно сделать, это, допустим, ну вот почему бы нет, да, вот такую вот карточку с сохранением даты. Например, да, пока вы еще не знаете, где у вас будет проходить мероприятие, вы еще не знаете, что у вас будет по плану, да, но вам хочется гостей оповестить, чтобы они уже планировали, что на вот эту дату у вас будет мероприятие, чтобы они уже там не планировали отпуска, не планировали никуда уезжать, отдыхать, чтобы они понимали, что в эту дату они должны быть на вашей свадьбе. В таких случаях присылается вот такая вот карточка Вы можете загрузить какое-то изображение свое Допустим, давайте я вот такое какое-нибудь поставлю изображение Вы можете загрузить вот это изображение свое И точно так же отправить вашим гостям Вот эту вот карточку сохранения даты Назвать ее Save the Date Или просто сохраните, пожалуйста, дату Весь этот текст вы можете менять И цвет, естественно, вы тоже можете менять Так, все, сохранить Хорошо, допустим, мы сделали карточки вот эти все Мы понимаем, что больше, по сути, нам ничего не нужно Хотя здесь есть и винные этикетки И изменения даты, и монограммы есть и прочее Ну, винные этикетки сейчас не очень популярны Честно говоря, редко, когда их делают И монограммы, но, тем не менее, возможность такая есть То есть вы реально можете воспользоваться этим И сделать, в дальнейшем прийти в типографию и напечатать Дальше, где найти вот эти вот приглашения, которые вы насохраняли Ну, если вы сохраняли сразу на компьютере, то, соответственно, это будет сразу на вашем компьютере Если вы сохраняли в личной кабинете, то вы заходите в кабинет жениха и невесты Заходите, мои приглашения И все то, что вы сохраняли, у вас сохранится Вот то приглашение, которое вы делали Вот номерки на столы, которые вы делали Вот ваше меню, программа, социальные сети, табличка рассадки И сохранение даты с фотографией То есть все это есть в вашем личном кабинете Это, я считаю, что это просто супер-супер удобно А если мы говорим про платные приглашения Потому что здесь есть возможность сделать еще и платные приглашения То платные приглашения выглядят вот таким образом Я уже говорила, да, как можно приобрести платные приглашения Вы нажимаете «Купить про», покупаете вот эту подписку И у вас есть возможность воспользоваться не только самим приглашением Но, опять же, и всеми теми карточками, которые есть И карточкой дресс-кода, и меню, и программы Все то, что есть Спасибо, что вы с нами в этот день И точно так же вы можете все это корректировать, редактировать И менять дресс-код на тот, который вам удобен Например, у вас дресс-код какой-то такой пудровый Давайте сейчас поменяем Есть возможность, в общем-то, все это менять И делать то, что подходит конкретно вам под ваши мероприятия Так, 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 сейчас допустим вот так И здесь, ну пусть такой голубенький останется Например, у вас такая вот нежная палитра свадьбы И вы ваших гостей просите, чтобы они пришли на ваши мероприятия Вот именно в таком дресс-коде Кстати, цвет вот здесь вы точно так же можете поменять В том цвете, который вам удобно написать И можете написать, текст так же поменять Например, не дресс-код, а допустим Мы будем благодарны вам, если вы придете вот в таком цвете свадьбы Или поддержите, допустим Поддержите цвет свадьбы, допустим И здесь вот если вы понимаете, например, что вам хочется выше разместить это или ниже У вас есть возможность это сделать У вас есть здесь галочки, вы можете экспериментировать, передвигать, смещать, уменьшать этот текст, например То есть, в общем-то, редактировать достаточно просто и быстро Точно так же с меню Здесь тоже можно все это делать Можно менять цвет шрифта, можно менять название То есть все делать в том стиле, который вам подходит Но это платное уже приглашение Немножко другой стиль Соответственно, это можно будет делать платно Вот таким вот образом, мои дорогие Я надеюсь, что вы сможете самостоятельно, быстро, просто, легко и бесплатно Или, может быть, за какую-то минимальную стоимость Сделать себе приглашение на свадебном сайте Очень рекомендую зайти, посмотреть, попробовать, проэкспериментировать И те карточки, которые сохраните к себе Поделитесь в комментариях, получилось ли у вас что-то сохранить Нравится ли вам то, что я вам рассказала Может быть, вы уже отправили какое-то приглашение своим гостям И уже, может быть, даже получили ответ Напишите обязательно в комментариях Спасибо, что посмотрели это видео Не забывайте, пожалуйста, поддерживать мой канал Ставить пальчики вверх Не забывайте включать колокольчик Не забывайте оставлять комментарии под этим видео И не забывайте подписываться на альтернативные источники связи со мной Все, пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok